Виктор Климов 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 когда вы перестаете справляться с исполнением обязательств. Или у вас образуется подобного рода, что называется, угроза. Ваше планирование, ваши текущие расходы говорят о том, что вы выбрали некий лимит ежемесячной нагрузки, свыше которого платить регулярно вы не можете. Вот это четкий сигнал к тому, что вам нужно прекращать кредитоваться. Что касается второй части, собственно, когда пора задуматься о процедуре банкротства, это когда вы не справляетесь с своими обязательствами настолько, что долги продолжают нарастать как снежный ком. И в общем никаких внятных перспектив к поправке своей платежеспособности у вас нет. Вот тогда нужно думать о процедуре банкротства. Ну, потому что процедура банкротства – это, в общем, не такая неприятная прогулка в тенистом лесу. Это, в общем, не способ избавиться от долгов. Это, в общем, процедура сложная, процедура некомфортная. И она влечет за собой определенные последствия. Насколько реально провести ее без помощи юристов? С точки зрения подготовки вот этой процедуры, там довольно много сложных моментов. Там порядка 20 документов, которые нужно подготовить. И, в общем, это довольно проблематично – получить там справки и так далее, и так далее. И сделать это без помощи профессионального грамотного человека, гражданин, довольно сложно. Более того, даже в процессе этой процедуры сегодняшнее законодательство предусматривает, даже когда вы подали документы в суд, суд назначает вам финансового управляющего из числа арбитражных управляющих. В общем, это человек, который в соответствии с законом выполняет определенный регламентированный набор действий. То есть он должен, значит, провести вас по этой процедуре, сопроводить. У него там есть, ну, определенная ответственность за то, что он должен сделать и так далее, и так далее. То есть если вот резюмировать, то сегодня это достаточно сложно. И просто гражданину, не владеющему там специальными знаниями, ну, наверное, это практически невозможно сделать самому. Процедура не бесплатная, и более того, насколько я знаю, она не дешевая. По вашим оценкам, сколько она может обойтись? Стоимость процедуры фактическая, она складывается из нескольких вещей, предусмотренные законом вознаграждения арбитражному управляющему, который гражданин должен положить на депозит при обращении в суд 25 тысяч рублей. Значит, государственная пошлина плюс примерно 20 тысяч займут по стоимости все необходимые публикации информации. То есть вот минимальные самые расходы, они приближаются сегодня где-то к 50 тысячам рублей. Но, соответственно, поскольку обязать арбитражного управляющего участвовать в процедуре банкротства суд не может, он предлагает саморегулируемым организациям назначить, выделить, арбитражные управляющие либо берутся, либо не берутся за эту зарплату, то ситуация эта коммерческая. И вот за эту минимальную сумму понятно, что арбитражные управляющие заниматься этой процедурой сложно не готовы. Значит, предусмотренные 7% вознаграждения от реализации имущества, в случае, если до этого дошло, ну, в общем, тоже не всех стимулирует, потому что у должников с мелкими долгами, как правило, и имущество, которое можно там реализовать, значит, в ходе процедуры банкротства нет. Поэтому коммерческая стоимость сегодня, ну, я так скажу, начинается там тысяча от 70-80 и там оценивается по-разному. Кто-то говорит там 100-150, кто-то говорит 200 тысяч, то есть она варьируется от региона, от ситуации, от конкретного должника. Но, в общем, для гражданина в ситуации, когда у него долги, он не может их обслуживать, это довольно существенная сумма. Вероятно, с этим, со сложностью процедуры связано то, что сейчас количество граждан, признанных банкротами, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, составляет там чуть более 35 тысяч человек. Это еще не признанных, это количество дел, которые находятся в работе, признанных существующих, ну, те, которые принятые заявления, да, которые работают там, значит, часть из них, вот из этих 35 тысяч, по-моему, порядка 25 тысяч примерно это, значит, процедура реализации имущества, порядка 10 тысяч это процедура реструктуризации, потому что в результате подачи, значит, заявления на банкротство суд может принять одно из двух решений. Либо, значит, как раз с помощью вот этого самого финансово-управляющего и при согласии всех кредиторов финансово-управляющего должен его получить, формируется вот эта программа реструктуризации. Она выгодна гражданину, потому что там фиксируются низкие проценты, перестает накручиваться долги, значит, сбалансированы интересы всех кредиторов, понятно. Не кто первый встал того этапки, а кто в какой там, значит, пропорции там получит в случае формирования вот этой вот конкурсной массы, ну, или, значит, процедуры там по порядку не конкурсной массы, а порядка оплаты, значит, гражданинам погашения вот этих вот обязательств. Но вот, к сожалению, вот этих вот процедур, ну, вот их существенно меньше. А в случае, если нет никаких перспектив и нет никакой платежеспособности у гражданин, ну, тогда, собственно, вот, значит, реализация имущества, это вот как раз те самые неприятные последствия, и погашение из образовавшейся в результате этого имущества конкурсной массы, значит, погашение, соответственно, обязательно. Время. События. Люди. Города. Дороги. Сети. Мнения. Рынки. Информация. Портал «Финверсия». Финансовая версия происходящего. Ну, а количество потенциальных банкротов, оно ведь значительно выше, чем количество вот этих 35 тысяч поданных заявлений в суды. В законе определены некие условия, значит, при которых человек может, значит, либо сам, либо кредитор может подать на банкротство. Условия эти, ну, скажем так, их два варианта. Значит, если сумма долга превысила 500 тысяч рублей и срок просрочки превысил 90 дней, то есть три месяца, то это сумма, начиная с которой должник обязан, а кредитор имеет право подать на процедуру банкротства. Ну, то есть, должник обязан в случае, если он видит, что он не справляется и не может, да, то есть есть у него такое обязательство. Но при этом, если у гражданина сумма долга меньше, и он не справляется, и хочет сам подать в процедуру, ну, для кого-то там, извините, и 200 тысяч – это неподъемная никогда сумма. И, в общем, реальным выходом, значит, в некий цивилизованный формат и возвращение там какого-то своего нормального, ну, не социального статуса, но вот нормальной жизни, да, чтобы, значит, не висел домоклов меч, чтобы не ходили коллекторы, там, и так далее, и так далее. Это единственный выход в процедуру банкротства. То есть право такое есть? Да, право такое у должника есть. Даже с меньшей суммы подать заявление. Но суд в этом случае при рассмотрении заявления оценивает обоснованность. Оценивает обоснованность, значит, вот на сколько платежеспособность и так далее, и так далее. Если говорить о региональной какой-то статистике, то выяснилось, что больше всего банкротов проживает в Москве и Московской области. Почему такая ситуация, на ваш взгляд, сложилась? Потому что здесь развитый рынок и развитые институты. И здесь и самая большая доступность и кредитных ресурсов, высокие доходы населения, достаточно высокий уровень, значит, ну, достаточно, не самый высокий. А есть ли жизнь после банкротства? Какие ограничения финансовые, социальные, может быть, иные будут человека, ну, фактически преследовать после того, как он пройдет эту процедуру? Ограничения есть. Нельзя банкротиться бесконечно. И, собственно, кроме вот неприятной процедуры, связанной с реализацией того, что можно реализовать, да, гражданина, когда списывают долги, есть ограничения. В течение пяти лет человек при, он может попытаться получить кредит или взять займ, но он обязан проинформировать кредитора о том, что он банкрот. И после этого ему вряд ли не удадут? Ну, безусловно, да. И все эти, понятно, что испорченные кредитные истории, они хранятся, и у кредитора есть, конечно, право отказать, в том числе и без объяснения причин, да. Поэтому кредитная история, конечно, подпорчена. В течение трех лет гражданин не имеет права, признанный банкротом, занимать управляющие официальные должности, значит, в юридических лицах, ну, то есть заниматься активной экономической финансовой деятельностью, потому что все-таки банкротство – это определенный показатель того, что человек там не справился с управлением. Ну, вот, в общем, да, ну, в течение тех же пяти лет не может банкротиться повторно, даже если ему дали кредиты. Ну, в общем, там вот такого рода процедурные, скорее, ограничения. Но в целом, вот еще раз говорю, пройдя процедуру, человек получает возможность, ну, как-то, в общем, попробовать еще раз. Есть категория людей, которые, в общем-то, знают о возможностях личного банкротства, но боятся коллекторов, запуганные ими. Вот что вы могли бы сказать, обращаясь к таким людям? Даже если на вас оказывают там такое давление, значит, взыскатели, кредитор там со своей службы безопасности, но вы понимаете, что это давление в общем ни к чему не приведет, ну, потому что реально ваша ситуация такова, что вы неплатежеспособны, то процедура банкротства, она как раз вот для вас, это для таких граждан, у которых нет выхода. Ну, если я правильно понимаю, кто-то, грубо говоря, мечтает о том, чтобы его признали банкротом, а кто-то, наоборот, этого боится и не хочет, в связи с тем, наверное, что имеет какое-то имущество, все-таки, которое не хотелось бы реализовывать через суд. Вот кто ко второй категории относится? Ко второй категории, совершенно верно, относятся люди, которые понимают, что в ходе процедуры банкротства будет происходить реализация имущества, будут разбираться, вот этот самый финансовый управляющий суд, разбираться со всеми, значит, активами, которые у гражданина есть, со всем, чем он владеет. И вот если, ну, что называется, там человеку есть что терять, и существенно, да, значит, то, наверное, ему гораздо интереснее все-таки попробовать урегулировать досудебным форматом через реструктуризацию, через, там, какие-то иные формы коммуникации с кредитором, чтобы урегулировать вот эти вот свои обязательства. А понятно, что, ну, там, самые заинтересованные в этой процедуре банкротства люди, это вот те, у кого, значит, долг перевалил за определенную, там, какую-то мыслимую для человека планку, с которой он, там, ну, что называется, не справится никогда. И платежеспособность, ну, нет никаких реальных обстоятельств, по которым гражданин видит, что он может восстановить свою платежеспособность. То есть те, у кого, в общем, ничего нет, или, там, максимум, что есть, это, ну, что называется, единственное жилье, там, причем не, там, супер какого-то класса. Верно ли то, что заявления о признании гражданина банкротным чаще подают кредитора, а не сам гражданин? И говорит ли это о том, что закон работает не совсем так, как предполагалось? Понятно, что в первую очередь в эту процедуру пошли кредиторы, потому что им, во-первых, нужно попытаться что-то все-таки получить с гражданина, пусть даже и через процедуру банкротства.